Кормить в школьных столовых надо вкусно, полезно, разнообразно, уверены ульяновские общественники и не только. Актив родительского совета деятели местной власти и сферы организации питания обсудили насущные вопросы. Основной – это пригодность пищеблоков. Современные лицеи расположены на внушительных размерах территориях. Цех для готовки может занимать две сотни квадратов. На этих площадях возможно разделывать и готовить мясо и рыбу отдельно от других продуктов, не нарушая санпины. А в школах, построенных в советское время, пищеблоки компактные. В них можно работать только с полуфабрикатами. Здесь есть два варианта. Либо если площади позволяют выделять отдельные цеха и соблюдать поточность, если помещения не позволяют, там необходимо работать на полуфабрикатах. То есть, если, например, нет отдельных овощных цехов, туда нужно привозить, например, очищенные овощи. Если там нет мяса рыбного цеха, то там мясные и рыбные полуфабрикаты. В Ульяновской области есть законопроект о регулировании питания детей в государственных муниципальных организациях. Согласно этому документу, меню должно быть одинаковым во всех школах. Если примется закон о том, что буквально все, практически все школы попадают, кроме новых вот этих больших лицеев, которые построены с соблюдением всех стандартов, то практически все школы будут вынуждены, чтобы не нарушать закон региона, перейти на полуфабрикаты, на полуготовую продукцию. Ну вот мы считаем, что это, наверное, не есть хорошо. То есть операторы школьного питания, согласно новому законопроекту, будут обязаны поставлять только полуфабрикаты. Подобная уравниловка активистов общественная палата не устраивает. Елена Малышева считает, что котлеты и сосиски промышленного производства недостаточно питательны для подрастающего поколения. Конечно, качество, может быть, оно и соответствует ГОСТам, государственным стандартам. Но вот сегодня мы будем как раз обсуждать этот ГОСТ, на основании которого, в принципе, белкового содержания достаточно 10%. С прошлого года все школы Ульяновска перешли на типовое меню, которое меняется каждые две недели. В одни учреждения поставляется полуготовая продукция, в других же блюда готовят на месте. Все зависит от операторов питания, с которыми заключили договор. Чтобы избежать тотального перехода на полуфабрикаты со вступлением в силу нового закона, необходимо расширить пищеблоки старого образца. 119 школьных кухонь и столовых будут перестроены, если новый закон примут в региональных органах власти.